так привет хочу рассказать что сразу что мой блог не там не интервью какое-то официальное не что-то такое грандиозно просто видео дневник жителя петербурга о человеке который живет пересекается приехал в петербург либо учится в петербурге либо планирует жить в петербурге привет можешь пожалуйста рассказать как тебе зовут сколько тебе лет и немного рассказать о себе просто что-то элементарно что ты собираю какую-то голову не бойся это пчела меня зовут лера мне 17 лет я живу в петербурге уже девять лет и что еще говорить ну чем занимаешься данный момент данный момент я учусь в колледже работаю также очень много гулять можешь пожалуйста рассказать чем-то занимаешься в петербурге чем-то занимаешься учишься работаешь куда ходишь можешь сказать я учусь в колледже закончила второй курс также работаю уже около года бариста откуда ты приехала приехала я из новосибирска переехали мы сюда с родителями когда мне было 9 лет я понял спасибо расслабься не напрягайся абсолютно ты можешь на меня смотреть не обязательно в камеру мне кажется где-то просто напрягает в кампе смотришь а как смотришь на меня как-то более расслаблено сразу вспоминается такой рабочий вайп с лерой мы тоже в данный момент вместе работаем следующий вопрос какая твоя любимая пара года и почему любимая пара года твоей почему пара года лета лета весна пара года я слышу типа пара года пара года пара года ну наверное лето и возможно зима зима именно вот когда нормальная зима не какая-то слякоть а вот прям снегопад снежок наверно потому что ты из новосибирска а без чего ты не сможешь обойтись ни дня например там без чашки кофе без не знаю там конфет чего-то без телефона без чего ты не можешь представить вообще без какой вещи или какого-то действия без общения с людьми а эти кто люди друзья прохожие и ты одна из тех кто заделать замечание в метро наверное друзья и какие-то знакомые возможно с которыми мне есть о чем поговорить и с ними например как мы сейчас да ну да просто болтаем да да в общем ты любишь говорить я понял экстраверт не знаю кто это был а погуглю умеешь ли ты рассказывать анекдоты не знаю возможно да но не часто у тебя есть какой-то любимый анекдот который ты можешь рассказать не прям анекдот нет не знаю тут я историю жизни смешную не из моей но знаю я понял опустим это за кадром опиши свой характер пятью словами так характер ну доброжелательная отзывчивая еще три это сложно как-то опять ответственная трудолюбивая последняя я не знаю позитивная наверное позитивная да ну просто мы это видим все ты улыбаешься в 32 зуба да есть у тебя любимое место в Петербурге и какое что это улица район тафе ну что-то что тебе прям безумно нравится мне очень нравится петроградская страна в принципе вся петроградка на ней прям такой какой-то вот особый вайб не так вот как в центре там на восстане или но нет здесь намного меньше людей здесь они ну даже как-то отличаются от тех особенные какие-то да да здесь очень много кафешек каких-то мест пар например где мы сейчас находимся да мы уже делали рекламу кофейный свитер который сейчас сидим очень классное место да понравилось правда денег нет и кофе стоит задуматься эстетичное эстетичное ну прежде всего я восхищаюсь именно вот архитектурами и людьми именно визуально да согласен расскажи о своем первом опыте работы какая это была работа кем самая-самая первая первая моя работа была в пекарне около моего дома название обязательно говорить не обязательно ну ладно не могу сказать печь и лач называется место угу ну что могу сказать я туда пришла так скажем меня просто попросили прийти помочь вот ну и меня как-то аккумулла с головой вот эта вот вся тема кофе аквариста и вот вот все работа была ну очень даже неплохая но сложились отношения это часто бывает ничего страшного сложится в другой раз ну какую сверхспособность ты бы хотела иметь это это свой я знаю я бы хотела иметь способность либо замораживать время либо перемещаться и в прошлое и в будущее интересно то есть ты возможно что-то хотела бы изменить или повлиять нет я бы возможно не хотела ничего менять я бы хотела прожить это со стороны наверное еще раз просто видя как ну вот как я сейчас то есть перевести себя не знаю двадцать первый год и посмотреть что я делала там с кем я общалась угу а никакой период например в истории ты бы не хотела поменять но опять же если так говорить то получается если менять что-то в прошлом отменится все в настоящем да так что наверное не хотела просто понаблюдать а какой то у тебя больше все нравится период например там я не знаю древний египет древняя греция я не знаю там или восемнадцатый век какой то если такое смотреть ну я бы наверное хотела переместиться в какой-нибудь СССР в десятые годы может даже в Америке или каких-то других стран смотреть то есть какое-то недавнее прошлое да интересно что бы ты в себе хотела изменить внешне характер вот что-то возможно стиль одежды не знаю ну я бы наверное хотела начать носить какие-нибудь платья юбки потому что я их не ношу в втором классе не знаю у меня какой-то ну не то чтобы не комплексы а просто ну не знаю не хочется не хочется как-то просто тебе сейчас наверное ну не по душе да но при этом ты хотела бы да хотела бы а расскажи пожалуйста о своем идеальном дне с чего он должен начаться чем закончится не знаю у меня вот я сегодня ехала у меня было ну два таких мнения о моем идеальном дне это либо я сплю до часа дня и потом просто сижу дома не знаю там смотрю сериалы кушаю отдыхаю либо я встаю там не знаю в рано ну часов там 8-9 ну занимаюсь какими-нибудь своими делами или даже обычный день когда я еду на учебу или работаю и после этого еще какое-то продолжение дня там с кем-то встретиться куда-то сходить что-то какое-то интересное место посетить записать интервью да да со своим любимым блогером у тебя это писать впервые? записать интервью? нет по-моему у меня уже была такая жизнь что я давала когда я была еще маленькая а ты вот заикнулась за сериалы какой сериал сейчас смотришь? реальные пацаны реально? реально прикольно а ты какие-то новые серии сейчас слышишь или просто старые пересмотришь? не, ну я начинала смотреть еще давно но потом я что-то как-то забила и потом вот недавно ну как недавно наверное вот зимой этой я решила что я хочу посмотреть все ты начала сначала смотреть? да, начала с самого начала с первого сезона там тринадцать всего сезона то еще три его выходят ничего себе это лучше чем наверное чем у дневников вампиров есть ли у тебя вредные привычки? ну да есть хочешь рассказать о них? нет да нет не хочешь не слышу кто для тебя образец для подражания кумир возможно это там кто-то из твоих близких или возможно какие-то знаменитости вот человек который для тебя вот образ подражания так вот икона икона стиля или возможно поведение или кто? это блогер у нее достаточно мало подписчиков но девочка живет в московской области жила вот она два года назад поехала учиться в Лондон ничего себе вот и девочка существует Катя Беликова Катя Беликова? не слышно а что она ведет? о чем рассказывает? она изначально я была подписана у нее еще очень давно она изначально у нее был блог посвящен животным и жизни без сахара она отказалась от сахара от рафинированного как я прям но она ест только там фрукты или ну поршняковый сахар ну какие-то заменители вот этого рафинированного сахара вот и мне сейчас очень интересно наблюдать за ее жизнью за границей то есть вот она приезжает в Россию там раз в год там два раза летом и ночью вот и очень интересный харизматичный человек короче очень интересный харизматичный человек и вот за ней прям реально интересно наблюдать а сахар чего ты держишь? она что-то рассказывает наверное о жизни и в Лондоне тоже? да она и путешествует еще по Европе то есть вот она там не знаю во Францию ездила и в Чехию и она рассказывает в принципе вот она выкладывает посты о том там сколько стоило ему путешествия в ту или иную страну то есть вот это очень интересно сказать следующий вопрос будет снились ли тебе когда-нибудь вещи и сны да снились можешь оставать пожалуйста о нем ну и о них один из таких снов история была такая что значит у моей подруги это сон бывшая одноклассница нет это просто предыстория да у нее была ну вот пришла новая одноклассница к ней и она все хотела меня с ней познакомить и то есть ну когда когда с четверга на пятницу сняться вещи и сон да да еще себе я не знаю либо еще с понедельником во вторник ну на вторник а ты помнишь прикол с ложкой когда ложка упала ты начала кричать что с ней надо сделать ударить об стол вдруг кто-то придет да это примета такая ну давай пора вещи сон извини перебили просто отступление в общем и мне снится сон то что я с вот этой ее подругой с которой я даже не знакома я ее не видела еще тогда в жизни ни разу и лично не были знакомой она мне снится снился какой-то бассейн что мы там с ней купаемся еще что-то вот а через неделю ровно через неделю в этот же день мы с ней увиделись и случайным образом пошли вместе на концерт то есть мы познакомились а она где-то в другом городе живет? нет она училась с моей бывшей одноклассницей в школе вместе я просто ушла после девятого а она пришла в десятую то есть вы просто с ней не виделись? нет ну мы не были вообще знакомы а просто ты знала еще после существования ну просто я ее видела как где-то в соцсетях она что-то выкладывала отмостила вот а так мы лично знакомой не были понял интересно слушай а вот такой вопрос мы все сейчас испытываем стресс даже вот я думаю в семнадцать и восемнадцать лет это я там вот свои тридцать один почти тридцать два года тоже испытывает стресс вот как ты борешься со стрессом? что ты делаешь вот чтобы успокоить себе вот эту тревогу? ну какой-то ритуал? я чувствую что я очень устала от общения или в принципе меня что-то начинает как-то выводить из себя раздражать возможно я просто пытаюсь абстракироваться от всего этого обычно если позволяет время я иду гулять как одна не знаю либо кататься на велике слушая музыку либо просто гулять по району очень люблю слушать всякие расслабляющие мелодии даже без слов или например какие-нибудь там шум дождя или пение птиц очень расслабляет да? интересно а Индии не расслабляет тебя стиль? нет Индии нет хорошо вообще это кстати очень интересно чем ты больше всего гордишься вот в жизни на данный момент какое у тебя достижение вот чем ты вот в гордах? ну наверное тем что я очень раскрыла за последние наверное года 3-4 потому что раньше я была такой серой мышной там я ты больше с ко мне да я очень боялась с кем-то знакомиться очень боялась с кем-то разговаривать у меня вот была одна подруга и все я только с ней общалась у меня больше не было ну возможно это связано отчасти с местом где я жила потому что ну там все были в Новосибирск или в Девяткино? нет в Девяткино в Девяткино ну почему бы там была не лучший пример для подражания и люди там тоже учились такие себе поэтому возможно из-за этого у меня появился какой-то страх общения с кем-то вот и после этого я поняла что ну так нельзя и я вообще стану социофомом поэтому нужно как-то начинать общаться с людьми наводить какие-то контакты с людьми ну дружеские отношения как-то заводить расскажи пожалуйста о ближайших планах на свое будущее планы говорить не люблю потому что я даже не знаю что делать ну вот например завтра что-то ну а завтра ну послезавтра ну то есть минимальное что-то не прям грандиозное типа через десять лет я вижу себя сидящий там руководящий должен ну что-то такое зачем ты сейчас могу уже мечтаешь у тебя какая-то цель стоит я не знаю ну что-то такое ну цель пока что у меня закончить колледж получить диплом а уже дальше честно пока вообще не знаю что я буду делать я сейчас я сейчас вообще жизнь пустила ну и то что на самотеку вот как все происходит как все плакается живешь в сегодняшнем блюде да я сам так уже сам живу ну то есть ну я не люблю планировать там ну кроме поехать на месяц вперед на полгода на год на два вот я там через год я буду жить там через два там буду делать это я вообще такой я даже не понимаю тебе зачем это сделать если все в любой момент может перебереть да интересно вот откуда вот я вот удивляюсь может откуда у людей столь юного возраста такие вот мысли вообще на самом деле очень очень мудро сейчас будет вопрос очень личный можешь пожалуйста рассказать о своей первой любви кто это был как вы познакомились и чем возможно закончилось ну что то вот такое не обязательно какие-то подробности которые тебя будут как-то трегировать нет я понимаю ну это больше как именно вы это может быть влюбленность ну что тут ну первая любовь была два года назад в девятом классе был мальчик он вот не знаю он отличался чем-то от других сейчас вот даже если посмотреть сравнение поставить с какими-нибудь другими не знаю моими версиями вот он был не знаю он был очень начитан он любил историю он очень увлекался и вот прям там не знаю все события могут перечислить очень любил общество знания и вот он в принципе был человек очень такой размышляющий постоянно то есть мы там с ним очень много разговаривали о чем-то то есть мы могли не знаю обсуждать вселенную космос что-то такое я очень люблю таких людей с которыми можно поговорить не просто на какие-то бытовые темы там планы еще что-то а вот на какие-то ну абсолютно вообще не знаю там почему срывают деревья там тема экологии я не знаю космоса того же самого какие-то технологии история вообще все что угодно в принципе поразмышлять ну к сожалению все закончилось не очень хорошо но тем не менее этот человек ну всегда садись у меня в памяти как вот ну как первая любовь скорее всего у тебя с ним был первый поцелуй нет не с ним а можно сказать что ты любишь ну мужчин парней не за внешность а за ум да за внутрение нет ну да а то будет другая дополнительная да можно сказать а последний вопрос насчет финансовой стороны финансового аспекта жизни сколько тебе нужно на данный момент иметь денег в кармане в кошельке не знаю на карте чтобы ты чувствовал себя спокойно уверенно чтобы тебе на все хватало сумму можешь назвать числом ну это как-то в месяц в месяц вот в месяц вот чтобы тебе хватало каждый месяц у тебя эта сумма будет появляться ну ну наверное для комфортной жизни одной это тысяч сорок может быть пятьдесят спасибо тебе ты классная не забывай об этом дне о нас вот и вообще было классно спасибо тебе большое спасибо все а вы там не забывайте подписываться да с вами была Лера и ваш любимый блогер в Питер в кармане пока